Вот до встречи. Никогда не видела такого огромного жука. Я думаю, сантиметров 5 в длину. Наверное, так и выглядит жук-рогач. Олень? Да. Больше рога похожи на оленя. Немножко страшно. Он ко мне идет. Наверное, хочет с тобой поздороваться. Ну ладно, идем дальше. Да, ты ползи лучше где-то в газон. Ага, сравни с этим муравьишкой. Да, какой маленький муравей, какой огромный этот жук. В 50 раз больше, чем муравей. Да, кто бы мог подумать, что по пути в стоматологию мы встретим такого чудо-жука. А вот теперь идет. Я такой не буду смотреть, а уже забыла снимать. Круто. Как вам погодка сегодня? Классная. Захолодила? Да. С папой тогда... 7 градусов. Ничего себе. Нет, папа. Встали листик, и у него прям так укусил, а там аж дека появился. Давайте, может, ему листик дадим, пока далеко не ушли. Нет, 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 давайте его не будем трогать, я боюсь. А листик не удержит его, я думала. Надеюсь, кошки не едят жуков, не обидят его. Ой, я так и зугалась, она сказала пасть. Боже мой. Это его оружие. Но я все-таки думаю, что он очень большой, и вряд ли кто-то его не заметит. Нельзя сказать, что красавчик. Он бронированный как-то. И он такой. Интересно, куда он идет? Может, в магазин? А может быть, с одной клумбы на другую клумбу? Мама, может, это не вода? Может быть. Он вон там уедет. Какие еще предположения? Я думаю, он его находит в траву. Да. Долгий у него путь. Уже и кошки пришли на него посмотреть. Да, шерстка вздыбилась. Это вам не жарюль теперь уже. Еще вчера был жарюль, а сегодня холодиль. Идемте. Пока ужучок. Она на воду траву лезет. И, кстати, ты меня достаточно непоправила. Будет непоправленная косичка, у меня нет с собой резиночки. Я не знаю, что ничего не было. Кто знает, что нам подкинет сегодняшний день, тем более и завтрашний. Не подкинула это. Подкинула это? Уже сюрприз. Нет, это не сюрприз. Для нас второй раз я не увидела. А я впервые за всю свою жизнь. Они редкие. Редкие? Да. Они уже не вымирали. Ой, дети, нам не сюда. Мама сбилась в пути. Налево.